Самому крупное решение наркозависимого принять зависимого человека, то есть не признают, что он зависим. Перед началом судебного слушания откровения от подсудимых. Они уверяют, помогали наркозависимым справляться с их недугом. Леонид Лешок сам прошел курс реабилитации в центре, после остался там работать. Методы адаптации людей, употребляющих запрещенные вещества, в их учреждении поставили под сомнение правоохранители. Пациентов связывали веревками, вливали холодной водой. Как позже выяснилось, не все находились в центре добровольно. Договоры были подписаны, но с материалом дела следует, что они были подписаны с применением насилия, физического насилия, оказания психологического давления, угрозы, применение физической силы. Им грозили доставить их в другие центры. Например, у нас 27 центров, такие по Российской Федерации существуют, с более тяжелыми условиями. Меня зовут Костя, я наркоман. У меня стаж употребления, 16 лет. На камеру один из пациентов реабилитационного центра рассказывает о своей зависимости. Здание учреждения с виду – это обычный дом. Бросается в глаза только глухой забор. В ряде случаев госпитализировать сюда зависимого от спиртного или наркотиков просили сами родные. Испробовали все средства для спасения жизни своих детей и считали невозможным устранить опасность их жизни любым иным способом. Для чего обратились в данную организацию, чтобы им оказали необходимую помощь, чтобы они сами себе не могли причинить какой-то вред своему здоровью. Конечно, подобные услуги принудительной госпитализации были небесплатные. Согласно материалам дела, один из подсудимых, Михаил Денисов, оказывал центру силовую поддержку. Раньше он занимался единоборствами, видимо, эти навыки и применял во время перевозки наркозависимых. Во время одного из таких случаев он даже сломал пациенту нос. Действия подсудимых квалифицировали как похищение. В декабре Оренбургский районный суд приговорил их к 5 и 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В материалах дела оказались доказательства и того, что пациентов насильно удерживали в центре. Некоторые под давлением даже писали бумаги о том, что хотят находиться на лечении и отказываются от любых встреч. В результате коллегия областного суда постановила оставить приговор без изменений. Анастасия Матвеева, Семен Воробьев, Новости дня.